Здесь русскоязычный народ, под Одессой наглая продавщица нагрубила украинки. В городе Измаил Одесской области продавщица на рынке отказалась говорить на украинском языке. К тому же она оскорбила покупателя и заявила, что живет в «Бессарабии», об этом сообщает РБК «Украина», проект «Эстейлер», со ссылкой на телеграм-канал журналиста Константина Андреюка, что известно. На видео можно увидеть словесную перепалку между продавцом и женщиной. Автор видео рассказала, что пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Однако, впервые она сказала ей, разговаривайте со мной на русском или узбекском, после этого женщина начала снимать на камеру нарушения своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз. Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ, сказала она. К тому же женщина заявила, что она изучала русский язык в школе, также на вопрос автора видео, сколько лет она уже проживает в Украине. Женщина ответила, какая вам разница, как отреагировали на скандал в сети. Пользователи в сети возмутили поведение продавщицы. К тому же они отметили, что женщина из Узбекистана, Сидикова Маргубаху Нанванжаровна, это результат молчания украинцев. Это дает возможность многим игнорировать государственный язык, нельзя разрешить кому-то строить свое государство в Украине. Не принимайте правил и порядка украинцев, вон, надо ей помочь собрать в чемодан свои специи, у нас люди такие, унижают и издеваются. А мы терпим, пусть миграционная служба проверит основания ее пребывания на территории Украины. Если разрешение просрочено «депортировать», надеюсь, что она больше там не работает. Ранее мы сообщали, что в Днепре преподавательница университета требовала, чтобы студентка разговаривала на русском языке. Также мы писали, что во Львове мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали на русском языке.